ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ветерана труда забили до смерти палкой, а сделали это, по версии следствия, ее дочь и внук. В тяжелом состоянии бабушку доставили в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью, и она скончалась. По словам соседей, родственники регулярно избивали пенсионерку и не давали ей еды. Наш корреспондент с подробностями. Лариса Худякова – соседка погибшей бабушки. Рассказывает, жила пенсионерка со своей дочерью и внуком, кормила их и обеспечивала, так как те не работали. В последний раз соседку она видела летом. Последние где-то полгода дочь и внук стали над бабушкой просто издеваться. Бабушка просила хлеба в последнее время. Когда меня встречала на улице, она мне очень тихонечко так говорила. Лариса, он меня бьет. Последние буквально в июле месяце она просилась у всех людей, чтобы ее пустили к себе. Она говорила, пустите меня, пожалуйста, к себе. Со своей дочерью и 38-летним внуком пенсионерка проживала вот в этой квартире. По словам соседей, бабушку они регулярно избивали и не давали еды. А последние полгода ветерана труда и вовсе не выпускали из квартиры. Ситуация осложнилась тем, что женщина плохо слышала и с трудом говорила. Сотрудники управления соцзащиты не раз приходили к пенсионерке. Но им то не открывали дверь, то не разрешали зайти. Когда мы выходили на адрес, это было совместно с участковым, полицией, с участковым врачом. Отдел опеки был, наш отдел реализации муниципальных программ. И попытались войти к ним в квартиру, на что нам был категоричный отказ. Дверь приоткрыли немного. Органы социальной защиты не имеют права самостоятельно вторгаться на чужую собственность. Бабушка, которая у нас является потерпевшей в данном случае, она являлась единственным собственником данного жилого помещения. Она находилась в этой квартире. Родственники, которые с ней проживали, фактически доступ в квартиру ограничивали. То есть побеседовать с бабушкой, оценить ее состояние здоровья нам, медикам, полиции, то есть не удалось. А когда в адрес пенсионерки посыпались реальные угрозы, соседи вызвали полицию. Оперативники совместно с медиками вскрыли квартиру и обнаружили бабушку с тяжелыми травмами. Ее доставили в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью, и женщина скончалась. В ходе проведения обыска были изъяты деревянная палка со следами крови. Пенсионерка также был задержан в порядке ст. 91-й вовном Курсального кодекса ее внук Романов Петр Евгеньевич. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 111-й. Однако вину он не признал. Если внука пенсионерки признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Тем временем дочку погибшей отправили на психиатрическую экспертизу. Юлия Савосина, Елизавета Болдырева, Евгений Молчанов, ОТВ. Поножовщина на ЧМЗ закончилась смертью Челябинца. Мужчина получил удар в грудь, сумел добраться до ближайшего продуктового магазина. Сотрудники вызвали скорую, но медиков пострадавший не дождался. Елизавета Болдырева с подробностями. Все произошло возле вот этого продуктового магазина. Именно в эту торговую точку забежал пострадавший, попросил о помощи. И теперь продавец с ужасом вспоминает об этом. Насколько я знаю, вы вызвали скорую, пытались его как-то реанимировать, спасти. И на самом деле я к вам шуток. Я, честно, не хочу об этом разговаривать. Мне неприятно вот это вот все. Конфликт между двумя мужчинами произошел недалеко от этого продуктового магазина. В ходе перепалки 26-летний молодой человек достал нож и нанес удары своему 43-летнему оппоненту. После тот скончался в продуктовом магазине. Вблизи дома в Металлургическом районе мужчина встретился с ранее незнакомым потерпевшим. И в ходе словесного конфликта нанес удары ножом в область груди. После чего скрылся с места преступления. В следственном отделе по Металлургическому району возбуждено уголовное дело. По признакам состава преступления предусмотрено часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Известно, что обвиняемый и ранее не судим. Также по нашей информации у задержанного был обнаружен нож. Елизавета Болдрева, Айдар Насыров, ОТВ. 39-летнего южноуральца отправили в колонию на 26 лет. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера над несовершеннолетним. Житель южноуральца, к слову, многодетный отец, силой заточил мальчика в квартиру и угрожая ножом надругался над ним. Преступника задержали и по решению суда его отправили за решетку. Тем временем в Госдуме предлагают ужесточить наказание для насильников детей, вплоть до пожизненного заключения под стражу. Документ внесли на рассмотрение парламентария. 9300 детей пострадали в прошлом году. При этом 40% детей – это малолетние дети. Это дети от первого дня рождения до 10 лет. Причем статистика по деткам, которые пострадали в новорожденном возрасте, она вообще ужасающая. Под максимум в первую очередь попадают родители и подростки, которые проживают совместно с несовершеннолетним, а также работники школ, детских кружков и спортивных секций. Так же, как отягощающие вину обстоятельства, стоит рассматривать распространение порнографии среди детей. А за развращение малолетних в интернете предлагают ввести отдельную ответственность. Законопроект внесен в Госдуму и теперь парламентариям предстоит его рассмотреть. Житель Златоаугуста сбил ребенка на пешеходном переходе. Девочка разбила голову об лобовое стекло. В итоге получила многочисленные ушибы и сотрясения. Водитель с места ДТП не скрылся и даже сам довез девочку до больницы. В зале суда та самая девочка. Рядом ее отец рассказывает, дочка зашла в аптеку за лекарствами, а после пошла домой. Переходила дорогу по пешеходному переходу. Одна из машин остановилась, а вот вторая протаранила ребенка. Он сразу водитель с места ее быстренько в машину посадил и все на своем автомобиле. Хотя по идее он не должен этого был делать. Он должен был вызвать сотрудника ГАИ, должен был вызвать скорую помощь. И сейчас на данный момент он с нами не связался, не попросил извинения, не прощения. Вообще за два месяца он не знал ни состояния ребенка, ни вообще как она себя чувствует. А вот виновник ДТП признает, что сбил ребенка. Судья выносит приговор. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на 41 год 6 месяцев. С лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортом и средствами НАТО и ЮРО. На основании статьи 73 Уголовного уборка Российской Федерации. Наказание в виде лишения свободы считать условно. Продолжаем дорожную тему. В Магнитогорске водитель маршрутки скончался на остановке на глазах у пассажиров. Тем временем на проспекте Победы появились похитители аккумуляторов. Так ли это, расскажет Константин Гришенков. В Магнитогорске водитель маршрутки скончался на остановке. Трагедия произошла накануне вечером. По словам очевидцев, мужчина почувствовал себя плохо. Припарковал микроавтобус с пассажирами и вышел подышать на улицу и упал. Местные жители вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ. Один из дворов по проспекту Победы. У припаркованной «семерки» сработала сигнализация. Хозяин авто вышел на улицу и обнаружил открытый капот. На место прибыли полицейские. Мужчина написал заявление. А после возвращения в квартиру, он включил камеру на мобильнике и поставил его на окно. Вдруг в поле зрения попадется тот самый дебошир. Спустя почти час возле машины появился мужчина с собакой и начал поднимать капот. Вновь сработала сигнализация и он скрылся. Вот что пишет в комментариях в интернете автор видео. Я выбегаю на улицу, побежал искать его, нашел его на стадионе. Кричу ему, типа, какого ты делаешь? Нафига ты мою машину ломаешь? Я на видео все заснял и полицию вызвал. Подбегает собака, начинает лизать мне руки. Видимо, дружелюбная, но приближаться к мужику было все равно опасно. Он говорит, это ты мою машину поди, долбанул во дворе. Сожгу твою машину и твою хату. Я пошел домой за телефоном позвонить в полицию. Он побежал за мной и кричал, что натравит собаку. Кричал Фас. Теперь автор ролика разыскивает этого мужчину. На вид ему около 40 лет, живет в этом же районе. Если вы стали очевидцем инцидента, оставьте комментарий под этим постом. Автодорога Меридиан. В объектив видеорегистратора попал нарушитель. Мужчина повернул направо с третьего ряда. ДТП удалось избежать. Автолюбитель отделался лишь гневными комментариями пользователей всемирной паутины. ДТП в Ленинском районе. На повороте на Енисейскую дорогу столкнулись две машины. По данным очевидцев, водитель седана и пассажирской газели не поделили спорный сигнал светофора. В комментариях южноуральцы пишут, цитата, «Ребят, не спешите, солнце еще в глаза светит». Конец цитаты. Константин Гришенков, ОТВ. На этом у меня все. Такими были новости на этой неделе. Итоги подведем в воскресенье в 22.40. Хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова